Отель, где мы остановились, называется вот так, Эдди Рос. Помимо того, что у него шикарное месторасположение находится в самом центре Анапы, а это значит дает доступ ко всем каким-то достопримечательностям быстро, то есть там не нужно с одного конца добираться до другого, просто хоть в центре и отовсюду катаетесь. Еще самое что клевое, что в этом отеле включен в стоимость проживания завтрак, а это значит, что проснувшись вам не нужно делать голову, где кушать, куда бежать. У них здесь своя столовая, спустились и позавтракали. Вот с таким вот видом на большущей террасе мы завтракаем. Это завтрак. У нас значит было две порции сырников и два омлета, два компота, чай и кофеек. Ребята, всем привет, вы на канале Семена на чемоданах, меня зовут Славян, вот мой инстаграм, подписывайтесь, если еще этого не делали. Я вас приглашаю в новый выпуск. Мы до сих пор в Анапе и приехали мы в поселок или микрорайон, который называется Суко. И да, здесь есть что посмотреть. Погнали. Если вы отправитесь сюда на машине, то в принципе, что в ту, что в другую сторону, постоит немножко в пробке. Пробка небольшая, стоит до светофора, ну это вот центральная улица через этот поселочек, да, Суко. Вот, справа море, слева, слева, сейчас мы туда будем поворачивать, достопримечательность знаменитая, которая лазит во всяких пабликах, это Кипарисовое озеро. Мы туда уже приезжали, едем сейчас туда второй раз, но первая попытка была неудачная, потому что мы поехали днем в самый солнцепек и вообще не поняли, как там с парковкой, а там они платные, сейчас все покажу и расскажу. И в общем, развернулись и поняли, что нужно сюда приезжать либо рано утром, либо уже вечером на закате. И сегодня мы совершаем вторую попытку, сейчас время полшестого вечера. Сгоняем сначала туда, ребята, сделаем красивые кадры с воздуха, посмотрим, что там за озеро, оно совсем недавно было пересушено, надеюсь, что мы застанем его хотя бы немножко с водичкой. А после мы обязательно сходим на пляжи этого поселочка Суко, посмотрим, какая там обстановка, сколько там людей, возможно, где-то что-то посмотрим по ценам. Ну и, конечно же, постараемся покупаться и насладимся закатом. Дорога прямо уходит на Большой Атлеш, и вот здесь вот мы поворачиваем налево. На Большой Триш. У Триш, Атлеш, господи. Путаю это с Крымом, да. У Триш, Большой Утриш. Выпуск тоже можете посмотреть в описании под этим видеороликом. И дальше по прямой едем еще почти пять километров и, в принципе, упираемся уже в парковке платной, где будем оставлять машину. Так, и вот тут, вот тут, ребята, вот смотрите, строительное магазинчик тут. Вот тут вот магазин продуктов, винмаркет. Вот, и поворачиваем, значит, налево и едем прямо. Все, и сейчас начнутся вот эти вот платные парковки. Так, вот, видите, начались стоянки. Вот, девчонка, где-то там сидит. Вот, 200 рублей, вот это вот. Но отсюда идти будет далековато. Поэтому сейчас попробуем припарковаться в другом месте. Еще, конечно, тут можно даже вот так как-то припарковаться. По идее. Вот как люди вот так паркуются. Вот, по идее и так можно. Но мест нету. Если попадется, припаркуем. В общем, мы вот так вот бросаем машину. Здесь мы сразу видели, что есть басик и вход всего лишь 500 рублей. Короче, можно сюда вот так, видимо, приехать и тоже покупаться. В общем, видите, здесь всякие зиплайны, беседки. Вот уникальная роща из 32 и Париса. Подойди с дороги. Фото зоны, площадки для выездной, даже регистрации есть, саборды. Вот он указатель. Долина Суко Эко Парк. Здесь проезд 600 рублей, если вы прям тут хотите припарковаться. Стоимость услуг парка, то есть посещение здесь все бесплатно, да? А услуги парка стоят денег. Смотрите. Так. Вот, значит, катамараны, трансферы, аренда, парковка. Вот тут очередной вход в этот бассейн. 500 рублей с 9 до 20 рублей. Вот они, трансфер, вот так вот ездят. То есть прыгнули в него, 50 рублей заплатили, видимо, с человека, естественно. И отправились на озеро. Ну, а как видите, люди в основном ходят пешком. И, конечно, мы тоже пройдемся пешочком. На входе сразу есть белые туалеты. Так. Есть указатели, типа, шоу рыцарских турниров. Видите, какая катапульта стоит. Не знаю, проходит ли тут шоу. И вот указатели. Вот видите, шоу рыцарских турниров. Замок, музей, мастерская, лучный тир, дамба-бар, лодочная станция. Значит, это можно взять что-то на прокат, типа катамарана. Пляж, зиплайн, кит-зон, лаунч-зон, кипарисы. Все, нам туда. Просто послушайте этот звук. Со всех сторон так громко. А идти нам в гору, не знаю, сколько по времени. Но подъем достаточно такой приличный. Не знаю, за сколько мы дойдем. Но, как говорится, выбора нет уже. Трансфер мы прошли. Хотя, конечно, да, можно действительно за 50 рублей доехать. Но мы предпочитаем походы ножками-ножками. Здесь, в общем, смотрите, есть указатель. Озеро налево, зиплайн направо. То есть заблудиться не получится. И очень много людей уже возвращаются. А мы только идем туда. Дорога вся вот такая бетонная. Периодически проезжают машины и трансферы, да, и ребята, которые возят сюда на экскурсию. Классно. Воздух потрясающий. Вот там вон издается музыка. Там какая-то африканская деревня. Возможно, тоже туда заглянем. Посмотрим, а сколько мы освободимся оттуда. Ну, а впереди вот уже открывается вид. Видимо, на то самое озеро. Сверху идут канаты. Это как раз и плайн. Вот она. Смотрите, африканская деревня. Ну, видите, здесь просто африканцы живут. О, как. Подобие, видимо, сделали. Африки. Ну, попробуем заглянуть. Не знаю. Посмотрим. Возможно, увидите. Шоу. Рыцарь, я вам уже говорил, что здесь есть. Так. И... Да, людей там, конечно, много. А вот он зиплайн. Видите? Крик пронесся. Шикс. А вот он трансфер. Вот так это выглядит. То есть собирает группу и везет людей. Ну что, вот мы и пришли на озеро. Да, большая территория. Здесь вот есть пляж. Вот, видите, как это все выглядит. Ту-ру-ту-тум. Артем, жди. Рыбалка запрещена. Аренда лежака 200 рублей. Вообще, конечно, вот это озерцо. Шикарная альтернатива морю. Доехал. Вход бесплатный. Они прям... Шик заскучил, искупался. Он единственный, да, за лежак заплатил. Вот там можно взять лодки, катамараны. А здесь всякие палатки, ну, туристические. Мед, надувашки. Даже детская площадка. Покорми рыбу, тир. Так. Хотя, вот, видите, есть указатели, что купание запрещено. Но, естественно, все купаются. Главная вывеска, эмблема. Надпись «Озеро». Везде мелькает эта фотография. Видите, вот она спереди. Высадили пальмы. Да, как будто ты где-то вообще, как на Красной Поляне, на Розахутере. Есть альтернатива. Кстати, вот посмотрите, вот так вот выпуск. В общем, ребятки, смотрите, здесь вот такой вот пирс. Можно взять в аренду канои, сапборды, катамараны, лодки. И прокатиться до этих кипарисовых деревьев. Вокруг них поплавать, фотографироваться. Так вот, мы решили взять катамаран стоимость 1000 рублей за час. Возьмем, я думаю, на час, чтобы не спеша все успеть. Погнали платить. Так, ну что, мы спустились с озера вниз поселка Сухо. И будем двигаться по туристическому проходу, посмотреть, сколько здесь людей. Все уже возвращаются с моря, а мы, наоборот, на море. Погнали. Вообще, это, как я понял, самый главный, основной туристический проход, где можно спускать свои денежки, которые вы привезли на отдых. Да. Чего только нету. От шляпок я прям давно не ходил по таким туристическим местам. Да. Это вот Аннапа. И вот все, видите, останавливаются, покупают. Помимо этого, тут есть, например, парикмахерская, аптека, какие-то массажи. Да, мне нравится, знаете, что-то, что все в едином стиле сделано. Такие синенькие козырьки. Да, людей вообще тьма, несмотря на то, что уже восемь вечера. Как раз все закат проводили и идут на ужин отдыхать домой. А я для вас иду снимать и покажу морюшко. Какое здесь море, какие здесь пляжи, какие здесь открываются виды кафе-столовая. Вот, продают всякие специи, горячие куры, гриль. Также тут есть, смотрите, экскурсия. Можно здесь куда-нибудь сгонять. Вот, куча всего. Да, людей очень много просто. Сквозь толпу пробираемся вместе с вами. Обалдеть. Последний раз, по-моему, такую толпу я видел в Витязево. В Анапе все равно, мы сколько сейчас гуляли, такого прям не было. Видимо, это, по-моему, единственный проход. Поэтому столько здесь людей. Дальше, смотрите, здесь вот такие бургерные есть. Black Sea Burger. Итальянская пицца. В общем, мест, где покушать есть. Места, где потратить денежки, тоже полно. Столовых просто за глаза. Да, мне это очень сильно напоминает Витязева. Ты тоже так идешь по одному проходу. И у тебя слева-справа все такое, в греческом стиле, столовый, кафе. Очень много людей. А вот, кстати, пошли ряды, где палатки вообще закрыты. Шашлык, свинина 140. Юля-кебаб 200. Дороговато, по-моему. Ну, в принципе, мы возле пляжа почти. Брадуэй. О, такой ресторанчик. Брадуэй. Магнитики всякие разные. Музычка играет, живая музыка. А людей у них что-то мало. Ну, наверное, к вечеру будет побольше. Видите, с этой стороны вообще все эти палатки закрыты, почему не знаю. Ну, хотя и с этой тоже. В общем, продолжаем с вами путь. Я немножко подождал своих. Вот еще одна палатка экскурсии. О, тут уже виды открываются. И вот на эти горы можно пройтись пешком. Там пешие маршруты. И вот еще один туристический проход. Видимо, чуть на другую сторону. Я просто в шоке. Там пляж вообще минимум. Ну, маленький. Я прям по карте просто смотрел. Он такой мизерный. И хорошо, что я не пришел сюда днем. Потому что тут, наверное, не знаю, в раз пять мощнее, чем в самой Анапе. Ну, очень много людей. Такие баскетбольные площадки есть. Да. Еще футбольные есть за забором сосны. Да, здесь, конечно, запах от сосен вообще бомбовый. Так, ребята, мы, значит, оплатили катамаран. Стоит тысячу рублей. Кстати, из хорошего плюса тут принимают карты. На мое просто огромное удивление. Поэтому погнали плавать на катамаране. Так, ну что? Мы идем. Да вот, наверное, в зеленый сядем. Ребята приклеили. Что? Стой. Давайте. Залазь. Давай. Ты. Аккуратно, Настя. Давай. Загружаемся. Давай, Радюша. Где ты вот здесь на лавушке стоишь? Нет, я хочу спать. Я даю от гребёня. Ой, ой, а что я не туда сел? Ой, как холодно. Вот это да. Это и я даже еду достаиваю. Короче. А, и что, мне? Вот, мы, наверное, окружили беременную. Гриф, стильчик, ребят. Все, мы поплыли. Я вообще сто лет этого не делал. В общем, в последний раз я на Катамаране. Это было бы я мечтаю. Это было бы я мечтаю. Это было бы я мечтаю. Классно? Да, обрекол. Парни сидят. Машите. Так, заодно сейчас с вами посмотрим, что у нас есть на берегу. На меня походи бабушки, вот что, да. Беседочки. На той стороне. Тоже места какие-то. То ли отдыхает, то ли что. Не пойму. Девчонки, что ли? Да, девчонки, наверное, болят на водосеке. Борога, вон, верьши. Покинуть судно. Короче, детей тоже искупали. Сказали, если от жилета не мочить, поэтому мы их так по традиции. На попу сядь и не смеет никогда вставать. Я тебе сколько раз это говорил. Фух. Вон там, как-то так фартуется этим причалом. А вон уже кипарисы. В общем, пацаны у нас забрали, забрали руль, сказали, будем сами. Ну вот, Тёмка ногами, а Родён руками. Красава, наверное, что-то получится. Тёма, так-то держи руль, а мы так не доплывем никогда до кипариса. Мама не пугает, до кипариса. Парни, мы так ничего не увидим, честное слово. Посмотрите, проходим возле леса, скал. Да, огонь вообще. Давай сразу, наверное. Вот, мы уже очень близки к кипарисам. Сейчас, да, делаем остановку. Посмотрите, ребята, мы вплотную подходим. Сядьте, сядьте на попу, Родён. Родён, а ты у нас знаешь, кто? К кипарисам. Ты у нас капитан, как раз. Да, совсем буквально, говорю, недавно здесь всё пересохло. Воды не было, но сейчас, слава богу, всё вот пришло в своё состояние. Вот можно между ними покупаться, просто поплавать, а можно на катамаране поплавать. Прикольно, вот мы прямо сейчас будем заплывать сюда. И вот все тут вот так вот заезжают. Видите, как здорово. Вот кто-то на сапах. Мы сейчас попробуем оплыть, проплыть. Я не знаю, туда вот люди заезжают. Но, но, если зацепиться за эту канату, его намотают просто. Вот, как девчонки, видите, вон там вот стоят на катамаране. Они просто зацепились за верёвку и выехать уже не могут. Потому что здесь есть табличка. Видите, 10 метров охранная зона. Залезать на кипарисы запрещено. Вот так. Поэтому все, кто вот так заезжают, это, конечно, может закончиться застреванием. Красотища. Сейчас мы вот так вот прям по кругу проплывём. Где? Так пусть они плавают, я их отрогу. Да, а вот здесь вот можно вот так вот, видите, отдыхать. На ветке кипарисов категорически запрещено. Вот так вот купаются люди. Оттуда ещё приходят. Ой, тут прям солнечная погода такая. Класс. Вот. А вот с этой стороны... Родион, сядь, пожалуйста. А вот с этой стороны уже можно заехать, потому что здесь уже вот эти канаты порваны. Но, конечно, лучше в любом случае не заплывать, не рисковать. Вот, потихоньку вот так заходим. Посмотрите, какая красотища. Вот это кайф. Гляньте. Вот. Вот это просто плавает, там купается. Прикольно. Так, и вот мы... Артём, пойдёшь сюда? И вот мы с вами уже подходим. Видите, смотрите, пляж Суко. Номер один он называется вот так вот. Пляж номер один Суко. Да, мощно. Вот здесь ещё есть территория Минобороны. Ничего себе. Значит, на дроне здесь рисковать летать я не буду. Во избежание каких-то вопросов. Ну что, заходим. Ту-ду-ду-ду. Так, кафешки нас тут встречают. О, как здесь широко, слушайте. Ой, какие там виды. Тём, смотри, какие виды. Вау. Слушайте. Да, широкий пляж, широченный. И вот они, про что я вам говорил. Вот здесь вот прям с пляжа можно забраться вон туда, на самый верх, на горы. В общем, кто за активный отдых, то просто вот здесь отстаёте и идёте провожать закат. Кайф. Широченный берег, широченный. И мелкая галька, как в Адлере. Круть. Слушайте, ну здорово. Мне сам берег зашёл. И прекрасный закат. Так, давайте немножко пройдёмся по пляжной линии. Есть с ним и навес такой. А, вот видите, самые вкусные шашлыки. Катамаран вот тут в горке стоит. Но вот сейчас она, уже всё спустили, не успели бы немножко задержались на озере. Вот купание детей. Что-то там энергия тех, кого-то. Так. Вот ещё одни лежаки. Не знаю, это что по ценам. Вообще нет никаких табличек. Вот. Я так понял, что здесь пляж. Удобный энергетик. Вот. Видите как? Значит, тут дети, походу, отдыхают. Потому что, видите, всякие ограждения есть. Вот. Ну, собственно, вот такой вот, ребятки, пляж. Осталось только нам с вами искупаться. А вот в обратную сторону вид открывается тоже великолепный. Quick Wi-Fi. Да. 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 Растворюсь, 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 растворюсь Растворюсь в этих красках дня Я развенчаю миф про тебя и про себя И пусть все нелегко и как-то рвано Меня излечат собственные раны Склоняться по пятам и тут и там По чердакам, по городу, столице Напиться и, как говорится Быть вечно молодым, вечно пьяным Быть одиноким, одиноким и странным Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? Где же ты? Где же ты? Где же ты, моя? День к концу ждать тебя И огни горят Мне говорят, не будь дурак Оглянись назад Все, папу потеряй Ты что, папу забрать? Артем, ты еще малыш Я не увидел Почему лестница тут, с той стороны? Блин А ты никуда плывешь, надо прямо Ты куда плывешь, прямо А какая разница, из вас никто Из вас никто А она хоть пишет? Итак, зачем мы рожаем так много детей? Работаем, работаем, парни Я не могу Давайте, давайте Люди проезжают мимо и думают, что мы эксплуатируем своих детей Специально их рожаем, наверное, для этого, чтобы они нас катали На самом деле, они сами просят, да? Давай, давай, почти приехали Давай, чувак, бират Так, ну что, давайте теперь посмотрим здесь берег Ну здесь, ух, а тут, кстати, вода прохладнее Но гляньте, какое чистое море Вообще чистейшее Медуз, конечно, хватает Мы попробуем зайти И окунуться на закате С прекрасным видом Ух ты, какая чистая вода Вот это да Ладно, раз, два, три Слушайте Это что-то нереальное Смотрите, какой вид В круг А вода Вода вообще нереально чистая Ух Какой кайф Слушайте Ну для купания Это место Я вообще рекомендую Этот поселок Правда Я не знаю, как здесь Днем Насколько здесь Сильно забито Но Вечером Здесь искупаться можно Покорить гору Насладиться Шикарным закатом Ладно Давайте еще раз Вернем Все, ребята Я под этот прекрасный закат С вами прощаюсь Увидимся с вами Завтра В новом видеоролике Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok